Сегодня поздравления принимали работники сельского хозяйства Чувашии. Аграрии по традиции собрались в зале театра оперы и балета. Здесь наградили лучших и подвели итоги. Как завершают этот год сельчане и над чем еще предстоит потрудиться, узнал мой коллега Дмитрий Ковалев. Работникам сельхозотрасли нынешний год принес немало сюрпризов. Урожай аграриям удалось собрать без защитимых потерь. Правда, поначалу в южных районах прогнозы делали без оптимизма. Из-за аномальной жары в весенний период почва не успела пропитаться. Но летом республику спасли обильные дожди. Сейчас подсчитывают прибыль многие хозяйства. Особенно удачно этот год завершается для аграрьев, которые занимаются животноводством. Средний привес, посчитать, 850 грамм на условную голову вышло. Если вот так считать, неплохо на этот год. Убрали, наоборот, на полтора раза больше, чем запланировали. Но многие аграрии сейчас делают ставку не только на рожь и пшеницу. В республике начинают выращивать горчицу, лен и сурепицу. Появились новые сорта пшеницы, ржи и так далее. И я считаю, это очень важно. Потому что и мастичную культуру еще появились. И по цене мы можем их достойная цена, по достойной цене продать. В общем, за этим я считаю будущее. Наравне с крупными хозяйствами на этой выставке свой урожай презентовали и садоводы. Виноград с гордым названием «Кардинал», китайский лимонник и сладкие груши. Все это изобилие на своем Чебоксарском участке вырастил Николай Иванов. Элитные сорта приспособлены к нашему климату и всегда дают неплохие всходы. Доход очень большой можно получить. Очень много желающих, очень много заказчиков. Очень много приезжает, очень много покупает. И очень большая деятельность идет. Власти региона ставят задачу в разы нарастить производство овощей и картофеля. По прогнозам, цены на эти культуры продолжают увеличиваться. Урожая второго хлеба в этом году меньше, чем в прошлом. Но агрария это прогнозировали. Причиной снижения валов сбора картофеля является снижение площади посадки, на что повлияли и недостаток семенного материала, и низкие цены на картофель в период уборки, в особенности это в 2012-2013 годы, когда крестьяне были вынуждены продавать картофель за бесценок. Пока границы для иностранных продуктов закрыты на замок, местным предприятиям необходимо продвигать свои бренды. Сейчас в стране ощущается дефицит сыров. В регионе планируют восстановить работу когда-то процветающих заводов. Канарский сыркомбинат в свое время производил, и Алатовский молочный завод. С учетом новых вызовов на потребительском рынке, со стороны потребителей, конечно, этими схемами, этими продуктами питания мы должны заниматься, используя любые инструменты. Мы со своей стороны создадим для вас максимум благоприятных условий. Озвучили аграриям и другую приятную новость. В Министерстве сельского хозяйства страны одобрили большинство заявок на инвестиционные кредиты. В то же время должна увеличиться доля из регионального бюджета. Дмитрий Ковалев, Сергей Рябчиков, Республика.